В этот день, 6 марта 2009 года, мэр Северодвинска Михаил Гмырин официально вступил в должность главы города. В ЦК ИОМИ прошла церемония инаугурации. Сегодня Михаил Гмырин не отказал мне в интервью. Говорили об итогах восьмилетней работы. Здравствуйте, Михаил Аркадьевич. Добрый день. 6 марта, 8 лет назад, вы принимаете присягу и становитесь мэром. У вас были планы и идеи, что удалось выполнить? Какие проекты еще предстоит реализовать в городе? Прежде всего, хочу сказать, что стояла задача привлечения федеральных средств. С чем мы все-таки справились? Это и средства, которые были получены городом на строительство и ремонт дорог. И надо сказать, что вот в этом направлении за последние годы мы действительно серьезно получили достаточно много положительных результатов. Достаточно вспомнить, может быть, только Архангельское шоссе, где было фактически построено и модернизировано 7,5 километров. Эта дорога была крайне важна и, безусловно, без нее бы сегодня мы просто не смогли обойтись. Это благоустройство наших дворовых территорий. Практически до 2009 года этим вопросом не занимались. То есть и работы по асфальтовому покрытию во дворах, они тоже не проводились. Поэтому важно было серьезно продвинуться в этих направлениях. Мы значительный шаг вперед сделали по строительству жилья. За эти годы мы построили 60 домов. Ну и в перспективах, в планах уже по 2017 году мы должны сдать около 45 тысяч квадратных метров жилья. 20,5 тысяч из них только социального жилья. Достаточно много сделано в сфере образования и культуры, в сфере спорта. Сданы такие серьезные объекты, как ледовая арена, физкультурно-оздоровительный комплекс. Сделано достаточно много площадок во дворах, детских, спортивных площадок. Проведены ремонты в наших образовательных учреждениях, в учреждениях культуры и спорта. Мы сохранили и освоили новую программу, которая, безусловно, сегодня идет на пользу нашим школьникам. Это программа «Школьное питание». Сегодня горячим питанием у нас охвачено порядка 96% наших школьников. Важно, что сохранена также программа по социальной поддержке ветеранов, людей, находящихся в сложной ситуации. Им оказывается материальная помощь, бесплатный проезд нашим ветеранам, которым 70 лет и старше. Мы на сегодняшний день обеспечиваем. Это, я считаю, что тоже очень важная составляющая поддержки слоев населения наших. Важно то, что сегодня мы поддерживаем молодые семьи. За эти годы мы выдали порядка 770 сертификатов на получение жилья молодыми семьями. Только в 2016 году их выдано 134. Это порядка 72% от всех сертификатов, которые сегодня получает молодежь в Архангельской области. Мы поставили на учет все памятники, которые есть на территории города Северодвинска. Постарались благоустроить те территории, где эти памятники у нас расположены. Мы в 2010 году зажгли вечный огонь. Я считаю, что это тоже очень важный момент в жизни города. Город получил звание «Город трудовой доблести и славы». Поэтому сделано достаточно много, но и есть определенные моменты, над которыми, безусловно, нужно работать и в будущем. В чем, кроме жилья, дорог и благоустройства, нуждается Северодвинск? И как это получить? Важно сегодня продолжить программу по моногородам, реализацию комплексного инвестиционного плана. Это перспектива на будущие годы. Сегодня важно, что у нас есть проектно-сметная документация. По ряду серьезных объектов есть заключение государственной экспертизы. Мы знаем, куда двигаться, что нужно делать. Поэтому вот это главное направление, которыми следует заниматься в ближайшее время. Как Вы считаете, два срока в должности мэра – это много или мало? Я считаю, что два срока – это оптимальный временной период, который человек может показать свои возможности и реализовать то, что должен реализовать. Спасибо, Михаил Аркадьевич, что согласились на интервью. Всего доброго. До свидания.